Ну вот, дорогие друзья, вот я на производственный комплекс Ямбер. Почему Ямбер? Ей-богу, не знаю, но красиво звучит. Вот сегодня первый день после остановки. Производство запустилось, здесь делают теги для нас 30-50 литров. Кто не знает, пожалуйста, обратите внимание, делают здесь, все работает. Парни все, ну, мне показалось, что они местные, кто здесь работает на производстве. Ну, такой приличный шум. Господи, да дай бог им здоровья. И я теперь много знаю, ну нет, чуть больше знаю о теге, что живет она 10-15 лет. Да, я, ну, смотрите, вот, приятный молодой человек, не похож на жулика, живота у него нет. Очень хорошая жена, беспокоится о нем. Вот, ну, друзья, значит, в рабочей бытовке есть душевая, туалеты все теплые. Я, как бы, проверил. Не, я видел, еще не проверял. Проверить нужно будет обязательно. Ну, все. А вот рядом со мной станочек числового программного... ЧПУ, да? Числовое программное управление. Вот. Значит, а что он делает? Горловины. Горловины. Вот, друзья. Вот здесь вот делают горловины. Вот. Ну, это пищевая нержавейка. Вот она. Вот сейчас уже идет дальше на обработку на какую-то... То есть... Ну, в общем-то, вот из этих тех мы потребляем пиво в магазинах, в ресторанах. То есть... Ну, это же для нас. Почему я заинтересовался этим вопросом? Если вы помните, в прошлом году мы открывали пивную школу. Тема тех в ней была не раскрыта. И я, как завуч пивной школы, которая временно пока распущена, вот решил возобновить свой интерес. Вот, дай бог этому предприятию здоровья и процветания. Перспективы роста у него есть. Ну, мне все симпатично. Потому что это у нас в Воронеже. Ну, будем считать под Воронежем. И потому что есть на это спрос. И есть конкурентные преимущества, ну, о части которых мне рассказал Ян. То есть, оказывается, цена не самое главное в этом конкурентном преимуществе. Нужно быть еще симпатичным человеком, как это... Коммуникативным, да? И обращенным лицом к клиенту. В отличающем, Сайя, слава. Клиент ориентирован. Ну, а честно говоря, Ян что сказал? Вот эта вот ситуация, вот, если бы ее не было, ну, ее бы можно было придумать, такую ситуацию. И она позволила бы этому предприятию быть быстро, ну, как бы, стать быстро известным, да? В Воронежской области точно. В Воронежской области точно. Теперь каждая, не знаю, моя собака не очень хорошо звучит, в общем, каждый чиновник, каждый бизнесмен, который, скажем так, интересующийся, что происходит в городе и неравнодушный, знает нашу компанию. И очень рад, что все так получилось. И более того, я думаю, что мы будем как пример тем, кто не готов договариваться, не готов платить, а руководствуется своими убеждениями, принципами и честным словом. И, соответственно, можете брать с нас пример, если нужна поддержка, нужно, соответственно, поделиться опытом с вами. С удовольствием это сделаю и всегда приду на помощь, подскажу, расскажу из своего опыта, который я прошел за эти два месяца. Будет скоро зарабатывать не на тегах, а на мастер-классах, как нужно защищать свой бит. В том числе будет хобби моим, богохостым. Супруга поможет, супруга поможет, делает из него уверенного спикера. Ну что, друзья, у Воронежа есть теперь не только свое пиво, у него есть своя тега. Исклюзив могу вам дать, значит, почему компания называется Янг. Да, почему? Янг. Первые две буквы, да, Янг, первые две буквы Янг, а Верх, это по-немецки ГАРА. Да, вот получается Янг, ГАРА. Все просто. Почему-то по-немецки, ну ладно, хорошо. В общем, с переводом все нормально. Ну что, Янг, успехов в производстве. Большое спасибо, что меня не прогнали сегодня. .